всем привет вышла в эфир на 10 минут нужно 15 пока не выйду на дорогу где нет машин пока в пробочке так что если есть вопросы девочки прям быстренько задавайте хотя вас еще не так много но все равно не тяните задавайте я их прочитаю 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 все потом пока буду ехать буду отвечать здравствуйте здравствуйте привет привет пока у нас пасмурно доброе утро из мурманска мурманск привет не покупать развивающие игрушки везде где только можно я всегда везде захожу во всякие детские магазины которые даже самые маленькие не обязательно крупные вот бывает знаете какой не зайдешь там вообще вещи например продаются но и там на типа там 10 игрушек на полочке лежит детс но развивающих я вот люблю такие магазины там бывает что то можно найти интересненько необычное такой материал который можно доделать дополнить чем-то своим так что девочки у меня спрашивать где я купила ту или иную игрушку отчасти бесполезно потому что я не помню просто очень часто приходят вопросы я иногда не отвечаю и думаю наверное люди обижаются но я действительно не понимаю когда я ну как бы вот покупаю там в интернет-магазине всегда оставляю ссылку когда я где-то покупаю бывает знаете я там соединяю из нескольких игрушек да не тоже даже вот у меня есть карточки с профессиями и у меня есть какие-то маленькие предметы где их на я их набирала абсолютно из разных мест там какой-то чайничек телефончик типа утюг и они не утюг там сковородочка но это такое все мелкие и вот мы играем у меня с враждебы купили такой материал а я это же не готовый материал это же я соединила из разных игрушек поэтому как я могу сказать где и вот так часто что спрашиваю где вы купили я соединила из того и с того и с того и с того так вот здесь мне можно уйти направо недавно заплатила штраф за спецполосу полторы тысячи рублей больше не хочу нарушать это полторы как со скидкой со скидкой так было три поэтому я теперь не нарушаю но кстати я вообще в принципе никогда специально не нарушаю я наверно не успела с нее съехать что ли или что там обруливала не знаю привет привет вот это у меня такая пошла трасса уже девчонки наверно я выйду из эфира еще посмотрю потому что такая скоростная на скорости буду ехать а на скорости опасно мне нужно я не знаю писанки у меня да а еще мне надо навигатор смотреть потому что я в принципе не знаю дорогу сейчас там красный светофор она не должна выйти налево Привет, вижу, что вопросов пока нет. Хотите я вам хоть включу картину, тогда не меня смотреть, а дорогу? Будете смотреть. Сейчас должна поехать по лесу, по идее. Сейчас гляну навигатор. Дома такие старые, девчонки, обалдеть. Дорога закрывает, их закрывает щиты, я не видела. Я когда смотрю какие-то вот такие старые дома, уже убитые, которые, скорее всего, уже будут сносить, вот тоже дом, мне кажется, старый. Какой-то мне детство вспоминает. Сейчас, подождите. Сразу вспоминаю, когда едешь на поезде по России, там, из Москвы куда-нибудь на юг, или вот в Ростов. Такие есть. Или даже не на юг. Даже когда я из Москвы ехала в Александров, 100 километров от Москвы, там вот эти домики всякие проезжают. Я все время ездила, знаете, когда малая была. И они там стоят вот возле железной дороги. Я все время ехала, думала, как здесь живут люди. Хоть снег, но меня он так слепит. Все время думала, как здесь живут люди. Вот этот дом, дома эти посреди леса, там, знаете, полуразваленные. И вот всегда, вот всегда в детстве так думала. Ну, как они добираются за продуктами. Такие у меня мысли всегда крутились. Прикольные. И в детстве начинаешь вот это вот, знаете, почему в детстве много мечтаешь? Потому что многого не знаешь, и начинаешь домысливать, наверное. Вот я представляла, если бы я жила в этом доме, вот чтобы было. Как было бы, наверное, мне скучно. Самая клевая пора. Девочки, ну что вы молчите? Я сама с собой тут болтаю. Девчонки, буду скоро отключаться, потому что я еду по лесу. На самом деле. И навигатор мне надо смотреть. Но не по лесу, я так называю. По лесу. Потому что здесь живут, скажут. По лесу. По лесу. Давайте я вам переключу, хоть посмотрите. Красиво? Красиво. В Москве вообще вырубаются леса, конечно, в огромных размерах. Я вот езжу по таким часто дорогам. Там вообще бывает, по таким езжу. И... За МКАДом. И я прям вижу, как вырубаются леса, и там застраивается все. Мультики. Мультики. Я разрешаю иногда смотреть мультики. Но это очень редко. Хотя мне кажется, что часто. Но я знаю, что многие разрешают каждый день, например, смотреть. Ну или по сравнению с другими детьми, Тося смотрит редко мультики. Бывает выходной могу разрешить, включить ей там минут на 20, на 30. Могу, конечно, не на 20, но могу полнометражный мультик включить. Вообще стараюсь, если я включаю мультик, то полнометражный. Не люблю вот эти мультики непонятные. Какой-то там включаю, типа балерина. Иногда включаю, когда мне нужно свободное время. Это на маникюре, если она пошла со мной. Ну то есть, да, вот эти вот моменты, когда надо занять чем-то ребенка, а занять нечем, кроме мультика. Вот на маникюре часто включаю, потому что нет других вариантов. Ну так, дома стараюсь вообще, дома миллион игрушек, есть чем заняться, поэтому, ну я говорю, вот очень в редких случаях, могу прям, просто с утра, она может мне что-то просить, просить, а я обещаю, сейчас подверьте, девочки, просить, просить, а я с утра, например, ей пообещала, говорю, ну ладно, вечером тебе на 20 минут включу, ну и все, я же пообещала. Вот так бывает. Вы где? Я в лесу, видите, еду. Виснет что-то, виснет. Может, здесь такая связь. Нравится климат в Москве? Мне нравится климат там, где тепло на море. В Москве, кстати, климат не супер, не айс. Понятно, что никак на Камчатке не лежит до июня снег, и это уже радует, да, если в сравнении брать. Но хочется тепла уже, тепла. В Одессе уже тепло, подруга пишет, тепло. Янка, приезжай. Янчо, Янчо, приезжай. На два города? Нет, я не живу на два города, я живу в Москве. На два города не живу. Девочки, я тут уже скоро буду с вами заканчивать, потому что там мне уже нужен будет прям вообще навигатор. Здесь я хоть пока еду, еду, знаю, куда ехать. Красиво? Ой, у вас так в экране, кстати, красиво небо смотрится. Посмотрите, какая красота. Кайф. Кайф, дорога только такая же, как на Камчатке. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Смотрите, через экран небо даже смотрится красивее, чем... А вот он, храм, который мне нравится, который я всегда показываю. И здесь я буду закругляться. Вот он. Девочки, все. Я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. А мне нужен навигатор. Всех обнимаю.